Середина мая, а это значит, началась активная фаза подготовки к летней оздоровительной кампании. Для того, чтобы дети набрались здоровья, интересных воспоминаний и вновь захотели вернуться на место отдыха, взрослые должны качественно и системно организовать их досуг. Замечательная оздоровительная программа должна быть поставлена, реализована, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что в комплексе только можно добиться результата. Это и оздоровительная программа, это по возможности, если мы говорим о санаторном оздоровлении, медицинские услуги, это правильное организованное питание, это вопросы безопасности и присмотра за детьми, это соблюдение санитарного режима, насыщенность культурных и спортивных мероприятий. Вот здесь, если это все проходит организованно, то, соответственно, есть эффект, результат от оздоровительной кампании. Этим летом разными формами отдыха и оздоровления будут охвачены почти 7 тысяч детей и подростков. На эти цели в бюджетах разных уровней заложены более 33 миллионов рублей. Кроме того, традиционно совместно с Бестовским центром занятости планируется организовать временное трудоустройство 306 подростков, достигших 14-летнего возраста на базе общеобразовательных организаций в форме трудовых отрядов, которые будут работать по 2 часа в день при выплате заработной плате и материальной помощи от Бестовского центра занятости. Лагерь «Заря» вновь готовится принять ребят на отдых. Для них традиционно будет организовано 5 смен. Программа летней оздоровительной кампании 2024 года пройдет под названием «Семейные каникулы». Так, первая смена будет проходить под названием «Путешествие во времени». Вторая смена – «Лагерь супергероев. Неукротимые силы добра». Третья смена – «Дикая природа. Приключения ждут». Четвертая смена – «Под звездами чародеев». Пятая смена – «Музыкальная гармония. Звуки и ритмы зари». Надо отметить, что наш лагерь в этом году отмечает 85-летие. Поэтому пятая смена – она будет юбилеем. В центре повышенного внимания членов комиссии были общая организация отдыха, безопасность, в том числе пожарная, питание, питьевой режим и многое другое. Задавалось много вопросов, делались замечания и устанавливались сроки их устранения. Для всего этого цель одна – обеспечить максимальную безопасность и комфорт детского отдыха. «Напоминаю, что общая доступность при организации здравительной кампании у полномочного органа управления образованием. Мы видим профильных отделов, и мое личное участие – это круглосуточный режим. Поэтому здесь основная задача, еще раз, всем максимально сосредоточиться, предусмотреть, можно сказать, да, и исключить все рисковые факторы и провести кампанию, как это и есть по традиции в городе Азбесте, на самом высоком и достойном уровне». Продолжение следует...